Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу о Mortal Kombat 11. На днях прошло открытое тестирование и я принял в нем участие. Можно было попробовать всего два режима, классические башни и бой по сети. Очень странно, что они не добавили в бета-тестирование бой друг против друга на двух геймпадах, но да ладно. Сказать честно, 11 часть стала на голову выше своей предыдущей части. Люди, которые играли немного в Mortal Kombat, пробовали его по подписке или просто заходили к друзьям и играли с ними, могут сказать, что это то же самое, что и предыдущая часть, только добавили новые приемы. Нет, ребят, это далеко не так, и нововведение тут навалом, и все они довольно прикольные. Я не являюсь профессиональным игроком в файтингах, я не знаю многих профессиональных терминов, я просто тот человек, который просто хочет иногда поиграть в Mortal Kombat со своими друзьями по сети или вместе со своим другом. Это я сказал для того, чтобы вы и в случае чего не кидались у меня палками, если я скажу какое-то обозначение неправильно. Поэтому за это сразу сорян. Рассказываю это для тех, кто, так же как и я, является среднестатистическим игроком и который не принял участие в бета-тестировании. Итак, он нововведение. Теперь X-Ray не накапливается в течение матча. Он дается тогда, когда у вас остается мало жизни. Шкала усилений, или как-то так, поделилась теперь на две части. Одна отвечает за атаку, другая отвечает за оборону. Одна может прервать атаку, другая может усилить твою атаку. Теперь она не копится от того, что у вас как-то ударили или вы кого-то ударили. Она копится сейчас просто по времени и довольно быстро, что естественно повышает количество усиленных комбинаций. А раньше было не так? Нет, не так. Раньше было три ячейки, которые можно было использовать сразу и для атаки, и для обороны, или же использовать сразу три для X-Ray. Кстати, о X-Ray. Выглядит это очень жестоко и очень зрелищно. А как же рентген? Тут они проработали просто очень крутую фишку. Теперь этот рентген превратился, как бы вам сказать, в очень сильный удар. Вам за раунд нужно выполнить какие-то определенные действия для того, чтобы у вас работал сильный удар. Смотрятся они очень зрелищно и отнимают урона больше, чем обычные удары. Классность этой фишки в том, что это все красиво смотрится. Прям разные ракурсы, все очень круто. Там рентген, кости и тому подобное. И еще в том, что это чаще всего внезапно. Да, со временем вы к этому привыкнете, но сейчас это смотрится очень внезапно и очень-очень круто. Если же раньше, когда кто-то делал X-Ray, у вас создалось такое чувство «О, X-Ray!» А при этом нововведение, создается момент внезапности. Ты такой играешь, 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 и в какой-то момент «БДЫШ!» И тебе пизданули так сильно, что у тебя выпал зуб или сломалась какая-либо кость. Блин, я просто в восторге от этой фишки. Она реально доставляет удовольствие. Также в новой части самой главной фишкой стала кастомизация. Да, идея взята с Injustice 2, но здесь другая история. Те или иные вещи вам помогут создать свой стиль. Насколько я помню, в Injustice шмот давал лишь прибавку к стате. И лишь чуть-чуть дополнял какие-то новые комбинации. В Mortal Kombat их намного больше. Больше будет, видимо, и шмоты, и больше будет комбинаций. И тут сразу минус. Я не знаю, как будет на релизе, но сейчас у персонажей очень мало спецприемов. Да, возможно, их можно будет добавить при помощи шмота, но пока персонажам не хватает этих спецприемов. Раньше у персонажей было, наверное, от 3 до 8 таких приемов. Сейчас же 2 или 4. Ну, то есть, очень сократили. Чтобы использовать больше приемов, нужно просто менять шмот. Но, опять же, если вы там что-то взяли, значит, у вас что-то не будет. Мне просто кажется, что такое количество приемов уж слишком урезает способности персонажа. Если же на релизе количество спецприемов расширит, то это будет невероятно круто. Прям идеально. Кастомизировать можно простые шмотки, начальную сцену боя, финальную сцену боя, насмешки, ну и, как я и сказал, комбо приемно. Насчет графики. Она стала реально намного лучше. Более реалистичной и более сочной. Вся игра выглядит реально по-нексгеновски. Даже в 1080p все очень круто и вообще просто восторг. Персонажи выглядят как живые. Вот их анимации, это вот все восторг. Их движения стали намного реалистичнее и намного плавнее. Игра хоть и медленнее, но и реагировать на некоторые удары все же сложно. В общем, я остался очень доволен от МК-11. Вот честно, от бета-версии я остался вот в полном восторге. И даже несмотря на то, что в онлайне меня пиздили как только могли. Выжидали меня либо для захвата, либо для апперкота. И я, наверное, за весь бета-тест где-то раз 7 кинул гимпад. Да, настолько меня бесили тупые проигрыши и нубская тактика. Но, надеюсь, я по треню и буду бить всех за люкенга. Если что, это мой любимый персонаж. В общем, МК-11 это реально годный некс-генский файтинг. Можете скринить, этот файтинг будет лучшим в 2019 году. Игру я обязательно возьму, поэтому ждите сходочек. Обязательно напишите свое мнение, если вы попробовали МК-11. А также не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Настя, похож на люкенге? Ну, такое. Субтитры сделал DimaTorzok